В 2015 году жертвенного барана с востока Россия, отметив 70 лет победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией, в новой редакции военной доктрины объявила врагом международный терроризм и обещала врагам неизбежность возмездия в любой точке планеты. Разводка активных сил на две противоборствующие коалиции с эпицентром вокруг Великого Израиля от Нила, коалиция Юга, до Ефрата, коалиция Севера состоялась, удерживая позиции на Восточноевропейском театре военных действий в России по борьбе оловицкого руководства Сирии и при поддержке шиитов Ирана, корпус стражей исламской революции и Ливана, партия Аллаха Хизбалла, в коалиции Севера начала оружейную фазу войны против террористов ИГИЛ на главном Ближневосточном театре Третьей мировой войны. Закон перемен в связке трех сил вступил в действие, а именно, если две силы активны и одна пассивна, то вся связка проворачивается в пользу пассивного третьего Дельфлера, поглощения чужой активности. Так кто же выгодополучатель? Да ведь тот, кто не участвует в разводке. Вот Китай не только не признал аншлюз республики Крым, но и полностью отсутствует в разговорах об участии в противоборстве на Ближнем Востоке. Тихо перебросил конфликт с Ягурами из Синьцзяна в зону библейской цивилизации и взялся за мечту Китая о возрождении величия хайской нации. Мастера Вавилонского чарамутия, каббалисты, еще в 2008 году открыто объявили, что России предречена центральная роль в исправлении меркантильных, устремлении людей, познании смысла жизни в духе и через природоподобные технологии возвращения к высшему закону мироздания. Но чтобы произошло учащение от эгоизма, Россия должна пройти испытание битвы конца. Библейские пророки предрекали битву конца в преддверии антропологического поворота мира сего к новому небу и новой земле, который по расчетам сроков от утверждения власти халифата в Святой Земле Иерусалима должен состояться в 2040 году. Битва конца должна начаться из-за беспечности евреев, ударом по горам Израилю, в полосе от Нила до Ифрата, персонажем с именем Гок из пределов Севера с полчищем персов при нем. При этом Гок выступает как царь северный, наследник бездушной тирании Рима, а противостоит ему царь южный, наследник халифата. Причиной последней битвы будет провокация царя южного. Битва конца завершается посрамлением наследников Рима, наследниками сунитского халифата, царь севера падет на горах Израилевых, и никто не поможет ему. Задача же разумных от народа по писанию состоит в том, чтобы обратить многих к правде, что и пытаются делать в небо политики. Здесь примечательно, что первыми воздушные удары по наследникам сунитского халифата в Сирии, не получая согласия Асада, стала наносить коалиция во главе с США. Официальный представитель МИД РФ заявил, что подобные действия США восприняты России как акт агрессии. Россия же приступила к авиаударам по объектам террористов в Сирии через год. На лицо проявились де-факто два кандидата на роль царя Северного в битве конца, при том, что североамериканские Соединенные Штаты имеют цель сбережения алавитского режима Асада в Сирии из-за купорки нового шелкового пути из Китая в Европу силами черного салафитского ислама ИГИЛ, поддерживаемого Саудовской Аравией и Катаром. А Россия с белым медведем в символе правящей партии имеет цель сохранить алавитский шиитский режим в Сирии как исторического противника салафитов и тем, при своем военном присутствии на базе в Латакии, обеспечить контроль над выходом шелкового пути из зоны стран мирной исламы в Восточной Средиземноморье и далее в Европу. Китай же еще в 2013 году в вопросе безопасности экономической зоны председания нового шелкового пути сделал ставку не на черный или зеленый, но на красный и не клерикальный, по сути, антиамериканский политический ислам во главе с лидером Турции Эрдоганом. Поскольку кандидатов на предлеченную роль царя Северного два, то и возможных выходов из создавшегося от сирийского тупика тоже два. Первый. По сравнению коалиции США салафитов от красного политического ислама, поддерживаемого ленинцами красного интернационала. И второй. По сравнению коалиции России и алавитов от черного джихада, поддерживаемого черным интернационалом. При победе над американскими наследниками Рима красных наследников тюркского халифата выигрывает Китай, получающий неограниченные возможности глобализации суши в зоне развития всего экономического пояса, нового шелкового пути в Европу. При победе над российскими наследниками Третьего Рима, черных наследников арабского суннитского халифата, выигрывает новая хазария, образованная в полосе от Крыма до Каспия, под управлением хассидов, каббалистов, хаббада. С опорой на евреев-беженцев из государства Израиль и изменением маршрута нового шелкового пути с салафитского южного огибания Каспийского моря на северный. Астана, Астрахань, Бахчихсарай, Одесса. Астана, Астрахань, Бахчихсарай, Одесса.